Всем привет, с вами Дима, к нам наконец-то приехал OnePlus 6. Это не обзор видео, снимается в первую очередь для того, чтобы у вас была возможность по этому аппарату задать свои вопросы в комментариях к данному ролику, и я на них буду отвечать в рамках, скорее всего, отдельного видео, которое выйдет на этом канале. Таким образом, обзор, выпущенный на канале Ferrum.com в обозримом будущем, этим я буду дополнять. Назовем это так, требовать от данного ролика какой-то суперподробности я вам не советую ожидать от данного ролика суперподробности, потому что я с этим устройством играюсь с прошлой ночи, скажем так, меньше суток. Вот, я сейчас буду делиться с вами своими первыми впечатлениями от этого устройства, которое на ближайшее время, во всяком случае, точно, как минимум на следующие две недели или месяц, будет моим основным смартфоном. С iPhone я сим-карту вытащил и вставил в этот аппарат, в 5,5-дюймовую, условно, по меркам 16 на 9 экранов, лопату, с AMOLED-экраном, в общем, все то, что мне не нравится, вот в этом аппарате, оно как бы есть, но, тем не менее, я им буду пользоваться как своим постоянным, дополнительным, так скажем, рабочим инструментом. Вот такие вот пироги. Пару слов касательно комплектации. Я не буду показывать все, потому что там, в принципе, все достаточно поп-слово. Толстый, жирный, крутой кабель для быстрой зарядки, шпилька, наклеечки, чехол, о нем мы сегодня тоже поговорим, и зарядка. И вот зарядка, как по мне, требует дополнительного внимания, потому что слева у нас зарядка от OnePlus 5T, а вот эта вот зарядка от OnePlus 6. И, как вы видите, она стала шире, она немножечко тоньше, назовем это так, и чуть меньше она в высоту. Но, по факту, по размерам она стала гораздо больше, при том, что токи там точно такие же, то есть 5 вольт, 4 ампера, абсолютно те же вольт-амперные характеристики, но почему-то решили сделать адаптер больше. Я не знаю, почему и зачем. Мне это, если честно, не нравится. Чехол у нас в комплекте идет, по сути, точно такой же, как был с OnePlus 5T, по-моему, даже и с OnePlus 5 там такой же чехол. То есть полиуретановый, обычный, сзади глянцевый, по бокам он матовый, и имеются у нас выступы, небольшие, так скажем, горбики по углам, что позволяет этому чехлу предохранять устройство от царапания пылюка, которое находится на столе, если вы его вот так вот экран вниз перевернули, чтобы не отвлекаться там на уведомления и так далее, то стекло, прикрывающее экран, царапаться будет, во всяком случае, при помощи этого чехла, в целом меньше, чем если бы этих бортиков, горбиков и так далее не было. На стекло на лицевой панели у нас наклеена пленка, и в отличие от того же, например, OnePlus 5T, с которого мы пленку срывали, именно потому что она была наклеена далеко не идеальной, в местах скругления стекла она вечно топорщилась, и под эту пленку забивалась пыль, здесь практически безупречно все сделано, немножко по левому краю она чуть-чуть буквально отстает, но гораздо лучше наклеена, чем было раньше. И на этой пленке у нас имеется некоторое подобие олеофобного покрытия, вот вы видите, да, она у нас залапана, пальчики у нас присутствуют, тряпочкой вытираем, и буквально в несколько касаний у нас пленка идеально чистая. Понятное дело, что на родном стекле олеофобка гораздо лучше, но тем не менее, и с этой пленки, что удивительно, грязь у нас вытирается достаточно хорошо. Сзади у нас имеется скругленное со всех сторон стекло, подложка под этим стеклом не черная, конкретно в данный момент камера это не очень хорошо передает, но по внешнему виду данное стекло напоминает циркониевую керамику, например, похожим образом выглядел Xiaomi Mi Mix 2 или Mix 2, кому как будет приятнее. И когда я вчера этот аппарат из коробки достал, меня посетила мысль о том, что вот 5 и 5T, вот они хорошие смартфоны, я это не буду отрицать, мне они действительно до сих пор нравятся, но вот какого-то ощущения желания их купить, когда я их доставал из коробки, у меня не было абсолютно, при том, что, например, OnePlus 3 и 3T это желание вызывали. Они выглядели не сильно пестро, да, чем-то они были похожи на другие смартфоны, это однозначно и бесспорно, но тем не менее, какая-то вот изюминка в их внешности была, вот приятность была от созерцания их внешнего вида и от использования, и вот в пятом поколении как-то это все куда-то испарилось. В шестом, наконец-то, вернулось, и опять, когда ты достаешь телефон от OnePlus из коробки, у тебя есть желание его купить, если ты просто с ним играешься, и если ты держишь его в руках, он создает приятные ощущения. Сзади у нас имеется сканер отпечатков пальцев, показываю скорость срабатывания, я надеюсь, вам будет видно, когда я его касаюсь. Единственная проблема этого сканера, которую, я думаю, вы сейчас ощутили, по нему непросто вслепую попасть, потому что он тактильно практически никак не выделяется относительно тыльной панели, его нащупать не так просто, но, видите, даже разблокировался, когда я просто забыл палец убрать со сканера. Но, тем не менее, если вы привыкнете, говорю, если вы привыкнете, то этот сканер вас будет радовать, вы по нему будете попадать гораздо чаще, чем только что я, когда пытался вам его демонстрировать, и как, в принципе, я думаю, вы заметили, срабатывает у нас сканер моментально. Тут же происходит разблокировка и без каких-то там дополнительных анимаций. Естественно, есть у нас разблокировка по лицу, то есть, вы видите, да, я не касаюсь сканера, не ввожу никакие пароли, смартфон разблокировался. Демонстрирую в стиле Сергея Владимировича, как это все дело работает. Я думаю, вам видно и экран, и как я на него смотрю, даже в полупрофиль он меня узнал. И сейчас вот я отвернулся, у нас экран блокировки, я поворачиваюсь, тут же происходит разблокировка. Не очень это все безопасно, потому что работает на основе чисто фронтальной камеры, то есть, при помощи вашей фотографии можно обмануть распознавание по лицу, но если вам не сильно удобен сканер отпечатков пальцев, вы не хотите лишний раз им пользоваться, то, как по мне, альтернатива очень достойная. Вчера дома ночью я это тестил, у меня не сильно идеальное комнатное освещение, но, тем не менее, эта разблокировка по лицу и зарегистрировала мое лицо вполне адекватно, и после этого срабатывало очень-очень даже хорошо. Имеется у нас, конечно же, AMOLED-экранчик, бровь, эту бровь можно скрыть, я сейчас сразу покажу, что это есть, что хорошо, конечно же, и тут же поругаюсь за то, как это реализовано. Мы скрываем вырез. Ну, здесь как бы все выглядит, конечно же, шикарно, мы все это дело закрываем, и, как вы видите, нет, плохие обои я выбрал для демонстрации этого всего дела. Вот на этих видно гораздо лучше. Снизу у нас скругление более, так скажем, сильное, чем сверху. С точки зрения эстетики не сильно это красиво, как по мне, если бы здесь углы были слизаны гораздо сильнее, где-то так, как по нижней грани экрана это сделано за счет подложки под стеклом, выглядело бы более эстетично, но, тем не менее, если вас очень сильно прям бесит бровь, то вы ее можете скрыть, и за счет того, что здесь у нас AMOLED-экран, то практически всегда вам будет казаться, что этой брови действительно нет, потому что пиксели не подсвечиваются, разве что если блик идет от солнца, вы будете замечать, что здесь у нас, так скажем, волнистый контур по верхней грани экрана идет. В целом, по софту у меня почти никаких претензий нет, единственное что, нет у нас возможности показывать батарею в процентах. Мне так удобнее, я не сильно там пекусь о уровне заряда батареи смартфона, но я просто привык, чтобы показывался процентный индикатор. Его нет, если мы забьем в настройках по поиску проценты, да, то видите, этот пункт есть, но почему-то он не активен, его здесь нет. Я не знаю, с чем это связано, быть может эта функция просто скрыта, быть может там какие-то есть программные проблемы, но в грядущем обновлении OnePlus обещает отображение процентного индикатора заряда батареи обязательно добавить. Есть в софте некоторые приятные фишки, которые я случайно вскользь пролистывая настройки обнаружил. Например, можно ограничить количество приложений, которые на полную остаются активными в фоне. Если вы не хотите, чтобы за счет загаженной оперативной памяти у вас телефон быстрее разряжался, вы можете ограничить, например, четырьмя приложениями количество софта, которое полностью работает. Службы, конечно же, все остальные будут висеть, потому что вы должны получать уведомления от мессенджеров и так далее, и все в этом репертуаре, но тем не менее, можно ограничить количество приложений, которые у вас там будут постоянно засорять оперативную память. Если вы любите там, например, поиграть, игры, они загаживают ОЗУ очень хорошо, то вы можете ограничить это дело для того, чтобы телефон у вас в простое лишний раз, скажем так, не разряжался. Забыл про камеру сказать. Я сегодня по дороге на работу наделал некоторое количество примеров фото и видео даже одно снял, и вы сейчас все это дело наблюдаете на экране. Я не смотрел эти фотографии на своем компьютере, поэтому не могу ничего конкретного по их поводу сказать. Единственное, что режим Auto HDR работает практически идеально. Вот всегда, когда я хотел бы включить HDR ручками, появляется иконочка у нас активное расширение динамического диапазона. Срабатывает функция очень хорошо, за это OnePlus огромное большое спасибо, потому что Auto HDR на данный момент установлен, точнее он есть в приложениях камер очень многих смартфонов, но далеко не всегда эта фишка срабатывает так, как, например, мне бы очень сильно этого хотелось бы. Скажем так, в принципе, по первым впечатлениям от устройства у меня все. Единственное, что мне пока очень сильно не нравится в этом аппарате, это то, что он дико маркий и стекло сзади, оно, естественно, не сильно износоустойчивое, раз бронил телефон на пол и обязательно что-нибудь у него очень сильно побьется. Это, конечно же, плохо. Ну и плюс, я небольшой любитель лопат, мне не сильно нравятся AMOLED-экраны в целом как класс. Посмотрим, как я с этим устройством уживусь, быть может, я и перейду на Android с iPhone после того, как я с OnePlus 6 пообщаюсь вот две недели или месяц, сколько я выдержу. В любом случае обязательно выйдет видео, в котором вы узнаете о результатах моих экспериментов с перехода с одной операционной системы на другую. Задавайте свои вопросы по данному устройству в комментариях к этому видео. Для этого данный ролик главным образом и снимался. Ссылки на данное устройство в интернет-магазине GearBest, а также кэшбэк, который будет помогать вам экономить деньги на покупках в интернете, как всегда, будут ждать вас в описании данного ролика на YouTube. С вами был Дима, Firm Life. Ставим лайки, подписываемся на канал и обязательно делимся этим видео с друзьями. Это очень нам помогает. Спасибо всем, кто смотрел. Пока!